Большая часть Донецкой области сейчас оккупирована Россией. Из-за этого фермеры не имеют доступа к более чем 600 тысячам гектаров земли. Кроме того, невозможно обработать прифронтовые территории и заминированные поля. Тысячи гектаров земли до сих пор остаются несобранными с прошлогодним урожаем, ведь поля находятся вблизи линии фронта. Пройдет ли посевная в этом году в Донецкой области, и сколько зерна планируют там собрать, узнавала Анастасия Волкова. Селидовская община Донецкой области расположена всего в 40 километрах от линии фронта. Тем не менее, рискуя жизнью, местные фермеры готовят поля к посеву. Много таких осколков на поле сегодня? Да вон не было и прилетело. Это недавно прилетело? Два дня назад прилетело, да и сегодня чисто было, а вон уже есть. Как это будет отражаться на культивировании почвы? То, что на полях лежат осколки, это же ведь небезопасно для транспорта. Задерживает нас, просто задерживает. Едешь в поле и встречаешь, приходится вызывать саперов или еще что-то, а это все время. Фермер Виктор работает в поле уже 15 лет. В этом году, несмотря на близость к фронту, также вышел на работу. Сейчас культивирует поле под подсолнух и следит, чтобы не повредить технику осколками, которыми здесь щедро усеяна украинская земля. 10 лет Виктор проработал за рулем тракторов старого поколения, типа Т-150. Рассказывает, на них можно было обработать не более 30 гектаров земли в день. В то время, как на современной технике эта цифра – достигать 100 гектаров за смену. Старыми уже не хочется управлять. Не то, что управлять, а и вспоминать за них не хочется. Жара вечно в пылюке, ни глаз, ничего не видно. А тут сел себе, прохладно. И сколько же сейчас в салоне? 21 градус. Виктор говорит, покидать родной дом из-за боевых действий не собирается. Ведь здесь его земля, которая нуждается в обработке. Глава фермерского хозяйства, где работает мужчина, показывает нам, какие подарки от российских оккупантов встречаются на местных полях. Это мы видим остатки с ракеты, которые находятся на нашей территории, на наших полях. С вражеской ракетой. С вражеской ракетой. Оно уже все исследовано. МЧС проезжала, проверила все. Теперь сказали, берите игру и вытягивайте. Мы еще не дошла очередь просто убрать с поля. Эти подарки нас посетили в сентябре месяце, в том году, в 22-м году. Потом с помощью МЧС нам их удалили. Мы их свезли на кучу и здесь лежали. 18 подарков достали, да, спасатели. А вот 2-300 гектаров они все пересмотрели на то, что не было бы? Пересматривались. Позже было еще. Прилеты были. Буквально было неделю назад, снова был прилет. И было сбито на нашей территории 5 шахитов. И перед напаской был, косетница раскидывалась, прилетала. И также еще был в декабре прилет. Мы их еще не доставали. Мы их обследовали с МЧС, проверили все. Они не, угрозы для жизни не предоставляют. Все, пока мы из-за дождей, которые сейчас нам не дают работать. Мы сейчас хотя бы обработать нашу землю, чтобы мы могли посеять. А в промежуточке мы возьмем, подостаем те все, которые ненужные вещи. Сейчас из ангара фермерского хозяйства пшеницу вывозят в одесские порты. Раньше его отвозили в порты Бердянска и Мариуполя. До июля отсюда планируют вывезти все 800 тонн зерновых. Фермеры не могут бросить работу, ведь бизнесу необходимо платить налоги, зарплату сотрудникам обеспечивать хозяйство. У нас в стране сейчас, мы как бы, дальняя точка, очень дорогие удобрения, очень сильно, очень тяжело их закупить. Потому что цена на азотные удобрения, на аммиачную селитру достигала 37-30 тысяч в районе. Цена зерна в нашей области самая низкая, можно сказать. Просто выдержим, держимся и все, со всех остальных сил. Также хочется помогать военным, чтобы они нас защищали. Сегодня под российской оккупацией остаются 57% в Донецкой области. Более 600 тысяч гектаров земли невозможно поработать из-за близких боевых действий и российских обстрелов. Так вот, под урожай. Так, под урожай 23-го года осенью было посеяно озимых культур на площади 72 тысячи гектаров. Это где-то 43% от предыдущего года. То есть, очень много полей, загрязненных минами, взрывоопасными снарядами. Это все приносит трудности нашим аграриям. Из-за боевых действий до сих пор не собран прошлогодний урожай в Бахмутской, Солидарской, Звановской, Северской, Торецкой, Часовоярской, Углядарской, Очеретинской, Марьинской и Великонавоселковской общинах. О том, чтобы обследовать эти территории и разминировать, тоже пока речи не идет. Ежедневно россияне обстреливают там населенные пункты. 262 предприятия, которые пострадали вследствие этой военной агрессии. 262 предприятия – это только в сфере агропромышленного комплекса. Также приблизительный ущерб – это 2,8 миллиарда гривен. Это то, что можно было обследовать, и то, что находится на территории подконтрольной Украине. То, что находится на оккупированной территории, понятно, это обследуется после победы. Будем анализировать, считать убытки. Предугадать, сколько аграрии смогут собрать урожаев в этом году, крайне трудно. Ведь к проблемам, связанным с боевыми действиями, добавилась аномально дождливая погода. Но, уверяют, область все равно будет с хлебом. Анастасия Волкова, Артём Воронин из Донецкой области для телеканала Freedom.